Девушки отдыхают Сейчас в стартап-шоу с низкафе «Три в одному» на М1. И мы говорим сегодня вам чашки поцелуи, которые вас будут греть, холить или леять в момент попивания кофе. Гаджет, что перетворяет ваш телевизор на сенсорный экран. Ну а также самая главная тема, как найти деньги на музыкальный, душевный стартап. Об этом мы будем говорить с нашими гостями, которые у нас в студии. Лика Бугайова. Молодой украинский инди-рок-гуд. На запуск проекта команда собрала деньги на популярной краудфандинговой платформе Инди-Гого. Коллектив выполняет преважно англомовные песни и незабаром представит уже свой второй альбом. И вот старается наш угостя. Лика, халлоу, привет. Привет. Ну, давайте, представляете всю команду, я, оказывается, тут забралась, а вот эта Трика. Кого, як звати, кто чем займається? Ну, мы сегодня в уменьшенном составе. Сегодня я и гитаристы Стас Липецкий, Виктор Жуков. Круто, круто, круто. Потому что мы вот в акустике играем и пришли сегодня к моему гостю. Такое питание. У нас стартап-шоу. И вы дуже схожи на стартаперский проект. То есть вы собирали кроши за допомогу краудфандингу. Вы собирали 7 тысяч долларов, так? Да, мы действительно собрали деньги на первый альбом. И хватило на записи альбома, на свидетельства и на клипы? Ну, не совсем, но на какие-то области хватило. А на тур выстучило грошей? На что? На тур, потому что там, если там дивитесь, то была позиция. Чуть-чуть. Понятно, что все равно мы вкладывали тоже деньги. А все равно это достаточно большая сумма. Я кроломовалась на такой проект. Я кроломовалась для того, чтобы действительно поддержали его. Ну, мы верили, что это будут люди, которые вот увидят нас, услышат. Какие-то незнакомые люди, не совсем. Это могут помогать либо друзья, вот, люди, которые в тебя верят. Например, нам помогли некоторые люди из-за границы прислали, там, 10, там, 20 долларов. Большую сумму присылали наши друзья. А в жизни сейчас можно музыку в Украине зарублять? Смотря какой музыкой, вот. Но нужно для чего-то настоящего больше времени. Не хотели бы на корпоративы попасть? Не, почему? Мы были уже. Мы музыкальная группа. Мы называемся Лика Бугаева. У нас есть своя музыка, свой материал. Даже не материал, это наша жизнь. Мы не проект. Мы музыканты. Вы осознанно работаете без продюсера. Мы все равно прекрасно понимаем, что музыканты в основном либо на вольном хлебу, где-то отдельно подзарабатывают чем-то, или же группой добиваться неких успехов, чтобы выступать. Мы знаем, на фестивалях не платят. В ночных клубах тоже, собственно, не платят. В основном бартерная система работает. Так каким образом у вас получается зарабатывать? Смотрите, мы не платим за коллеги. Очень главный момент – это правильный менеджмент у группы. Если у тебя есть правильный менеджмент, ну, продюсер – это продюсер, это одно. А если у тебя есть правильный менеджмент, и менеджер, менеджер, пиар-менеджер могут тебя продать, могут вести эти дела за тебя, они знают твою цену, они узнают, как вести переговоры. То есть мы этого не делаем. Это делают люди. Но для этого, для хорошего менеджера нужны также определенные капиталы, дабы проплачивать ему ежемесячно, например, заработную плату. В основном это делают продюсеры. А в вашем случае это кто делает? Ну, у нас есть особая контрактная договоренность. Там зараз уси намагаются робити якісь коллаборації, идти у дэнс, працювати там ще, підпрацьовывати у клуба. А вы пишете тільки рок-н-ролл? Only рок-н-ролл? Pure? Конечно, потому что я росла на этой музыке. У меня мечта всегда была спеть с Миком Джаггером. Я всегда любила эту музыку. Это музыка свободная, я не знаю. Мне очень музыку, которую мы играем, она может погружать, например, тебя в одну атмосферу, Витю в другую атмосферу. То есть это либо совпадает, либо не совпадает. Вы так вкусно говорили сейчас об атмосфере, поэтому я бы очень хотела сейчас послушать и принести ее в нашу студию, чтобы окутали атмосферой рок-н-ролла, это топ-шоу. Давайте! Музыка 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 Конечно, потому что в пятницу без рок-н-ролла невозможно, уж понимаете, без стартап-шоу так же, поэтому включаемся ровно через час. Музыка Музыка Музыка